Давайте начнём с Макрона. Почему-то для меня он звучит как печенька, но он президент Франции. И Макрон говорит, что дедолларизация — это вполне себе вариант. Он сказал, что торговля ресурсами в других валютах вполне может подойти для Франции и для других. Проведя шесть часов с президентом Си во время своего трёхдневного визита в Китай, Макрон кристально ясно дал понять, что Франция точно не хочет ввязываться в Третью мировую, подчеркнув, что Европа должна повысить уровень стратегической автономии, предположительно, под руководством Франции. А во время разговора с репортерами, находясь на борте номер один Франции, французский президент сказал, что Европа сейчас сталкивается с риском быть втянутой в кризис, который нас не касается, что мешает ей достичь своей стратегической автономии. Он призывает к единому глобальному мировому порядку. Он говорит, что мы сейчас находимся в джунглях, где два больших слона пытаются быть всё более и более нервными. Я этого так и не понял. Наверное, плохой перевод. Что? Два слона пытаются быть более нервными? О чём вы вообще говорите? Кто-то просто воспользовался гугл-транслейтом и даже не подумал предать этому смысл. Французские президенты, они всегда несут околесицу. А если они слишком занервничают и начнут войну, то это станет проблемой для всех джунглей. Вам потребуется поддержка и других животных, тигров, обезьян и так далее. Он что, разговаривает с Камалой Харрис? Типа, «Итак, мальчики и девочки, нам понадобятся тигры и обезьяны, и может даже пару куриц». Его концепт стратегической автономии был с энтузиазмом поддержан президентом СИИ и КПК. Они стараются ослабить трансатлантические сношения, чтобы усилить этот тренд. И это приведёт к тому, что мы с долларом будем поставлены на колени. А уже сейчас использование доллара в международной торговле снизилось на 7%. Это очень немало. Весьма значимое количество денег уже уничтожено, и страны больше не пользуются долларом. Это будет происходить поначалу медленно, а потом почти мгновенно. Вы увидите снижение на 10%, может, 15%, а потом резкий обвал. Франция сказала... А, нет, извиняюсь. Китай сказал Франции вопрос, на который вам надо ответить. В ваших ли интересах разгонять кризис на Тайване? И ответ — нет. Худший вариант — это... если европейцы будут следовать за Америкой и брать с неё пример. А Китай резко отреагирует. Всего несколько часов спустя, после его возвращения в Париж, Китай начал военное учение вокруг Тайваня. Тайвань, а в смысле... Для нас это будут неприятности. У нас есть ролик с Линдси Грэмом на, не знаю, Face of Nation или у Чака Тодда или где там его ещё черти носят. Пэт включил его сегодня утром. Посмотри, сможешь ли у него его достать. Это... Это... Я хочу сказать, если хочешь поговорить о влезании в ещё одну войну... Вот, послушайте. Я боюсь, что в ближайшие месяцы или даже недели китайцы могут создать условия для блокировки Тайваня. И в этом случае мы должны решительно ответить. Мы должны блокировать нефтяные танкеры, идущие из Ближнего Востока в Китай, и дать им понять, что если вы блокируете Тайвань, то мы отрежем вас от нефти. Прекрасно. Нам нужно ещё усерднее тренировать войска Тайваня, чтобы они сражались, как украинцы. Нам нужно опять снарядить ядерными ракетами наши подлодки. Байден этого не сделает. Военные опять попросили снарядить подлодки ядерными ракетами, как это уже сделали русские. И нам понадобится больше войск в регионе. И я думаю, если мы всё это сделаем, то мы не допустим блокады. Это звучит, как эскалация ситуации. И если Тайвань не будет полностью экипирован для этого... Да. Верно, верно. Мы же не хотим довести всё до Третьей мировой. Вот оно, послушайте. Ну, никто не хочет Третьей мировой, но в каком мире вы хотите жить? Вы хотите жить в мире, где остров под названием Тайвань может быть захвачен Китаем? 90% лучших чипов производится на Тайване. Так что у них будет монополия в цифровой экономике. Вы хотите позволить Путину брать в Европе всё, что ему хочется? Я вот не хочу жить в таком мире, да и причин для этого нет. Послушайте, я верю в политику единого Китая, но буду сражаться за Тайвань. Что ж, хорошо, давайте его туда и пошлём. Я считаю, что так будет правильно. Все, кто за то, чтобы отправить Линдси Грэмма на Тайвань для сражения с китайцами, скажите «да». Единогласно. Ам... Стой, где... Здрасте, Господи. Это изумительно. Это воистину изумительно. Мы эскалируем. Я не знаю, видел ли ты документы, которые вроде бы как являются слитыми из Пентагона, мы не знаем. Мы пока не знаем, кто их слил, но это, видимо, весьма важные документы. Говорят, что это самый крупный слив со времён... со времён... как его звали? Который сейчас в России. Сноуден. Сноуден. Это весьма значимо. Там были наши военные планы. Также там видно, что, оказывается, мы уже воюем с Россией. Показаны наши военные планы, показаны, насколько вообще-то слабы украинцы в бою. Цифры были изменены. Но это может быть дезинформацией. Мы не знаем. Что на самом деле прекрасно, потому что, видимо, мы многого не знаем при этой администрации. Затем Россия и Иран на этих выходных опять встретились для того, чтобы ослабить доллар США. А во время встречи Иран выказал удовлетворение объёмом экономического сотрудничества между Россией и Ираном. И радость по поводу начала уменьшения влияния доллара в регионе и международном экономическом обмене. Вместе мы сведём доминирование Запада в мировой экономике к минимуму. Ну, они хотя бы, знаешь, открыто говорят. Кстати, Центробанк, я бы хотел вам ещё раз напомнить, что говорил мой дед. Мой дед всегда в детстве мне говорил, потому что, когда я рос, мои дедушки и бабушки были в величайшем поколении. Они пережили войну. А когда у вас есть такие предки, они так никогда и не забыли. Моя бабушка в 70-х и в начале 80-х всё ещё и моя мама и забабушки тоже всё ещё сохранила всю обёрточную бумагу. Мы открывали подарки на Рождество и мы должны были открывать их аккуратно, так как надо было сохранить бумагу, чтобы использовать её в следующем году. Мы даже детьми такие, вы о чём вообще? Как это не может быть обёрточной бумаги? Да. Понимаешь, о чём я? Это был какой-то бред. Но это потому, что всё было так плохо, что они так никогда и не забыли. Им тогда было лет 20, 30, и до 80 лет они были такие... Это всегда может повториться. Мой дедушка говорил, «Если бы мы знали, что богатые люди и страны делают, то мы бы, мы бы жили лучше». Что ж, вы знаете, что делают богатые страны и богатые люди. Центробанки стали покупать ещё больше золота. В феврале золотой запас Центробанка вырос ещё на 52 тонны. А уже 11 месяцев подряд Центробанк скупает золото. Ну, я бы не сказал, что вот прямо все умные люди. Знаете, ведь наш Центробанк не скупает золото. По сообщениям, Народный банк Китая увеличил количество своего золота на 24,9 тонн. Уже четвёртый месяц подряд скупки Китаем золота. За это время официальные золотые запасы Китая выросли на 102 тонны. Очевидно, что они что-то планируют. И, кстати говоря, кто-то сделал фейковое интервью и представился как Владимир Зеленский, президент Украины. И там была президент Европейского Центробанка Кристин Лагард на этой видеоконференции. И они поговорили. И запомните, один из них — это ИИ. Один из них — это не настоящий человек. Не президент Украины. Он не президент Украины. Но она об этом не знает. Вот небольшая часть этого разговора. В Европе множество протестов против электронного евро. Проблема в том, что они не хотят, чтобы их контролировали. Они не хотят... Да, но знаете что? Знаете что? Теперь у нас в Европе есть ограничения в одну тысячу евро. Свыше этого нельзя платить наличными. Если вы будете оплачивать, то это уже серый рынок. Так что вы рискуете. Вы рискуете тем, что вас поймают, оштрафуют или посадят. Но знаете, у цифрового евро будет ограниченный уровень контроля. Да, контроль будет. Вы правы. Вы абсолютно правы. Мы рассматриваем так же, что для малых сумм, знаете, что-то около 300-400 евро, у нас может быть механизм нулевым контролем. Но это может быть опасно. Это прекрасно. Террористические атаки на Францию 10 лет назад полностью финансировались этими очень маленькими анонимными кредитными картами, которые можно пополнять совершенно анонимно. Поняли? Так что любой, кто скажет, что не грядет цифровая валюта, вы ошибаетесь. Это уже надвигается на Европу. Любой, кто скажет вам, ну, это же не тотальный контроль. Прислушайтесь к тому, что она только что сказала. Будет незначительный контроль. Незначительный. Но мы думаем о... Что там было? 300-400 евро? Небольшие транзакции. Да, мы думаем, что на 500-700 долларов вы сможете что-нибудь купить, и это не будет отслеживаться. Но всё, что свыше этого, будет отслеживаться. Но, кстати, это всё очень опасно, так как террористы могут победить. Это то, что она только что сказала. И это на самом деле напрягает. И ещё хуже становится, когда понимаешь, что она говорит с машиной. Это как одно дело, если бы она проболталась. Знаешь, когда я сперва увидел этот заголовок, я такой, может, она проболталась, думая, что микрофон выключен. Она была просто обманута, и... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова